всем привет с вами горные вершины и в этом видео речь пойдет о парковых лыжах или лыжах для сноупарка как я уже рассказывал в одном из наших прошлых видео сноупарк это такое специальное место на горнолыжном курорте где находится трамплины перила боксы различные элементы для выполнения тренировки трюков и прыжков что же такого особенного в парковых лыжах и чем они отличаются от лыж других категорий сейчас поподробнее расскажу итак первым отличием парковых лыж является их форма так называемый twin tip в переводе с английского twin двойной тип кончик носок то есть это лыжа которая имеет загиб и носка и пятки это сделано для того чтобы лыжник мог ехать не только в своей стойке но еще и спиной вперед это называется свечи это важно для выполнения трюков вторая особенностью парковых лыж является их центровка по установке креплений на большинстве моделей парковых лыж заводская отметка находится ровно посередине лыж то есть на одинаковом расстоянии от носка и пятки такая постановка креплений способствует более простому вращению градусов и опять-таки катанию свечи и наконец многие модели парковых лыж имеют и геометрию абсолютно симметрично относительно центра лыж то есть носок и пятка будут иметь одинаковую ширину а если мы еще добавим к этому одинаковую жесткость носка и пятки то мы получим полный twin tip так называемый true twin это опять-таки сделано для катания свечи и вращения градусов среди парковых лыж также существует модели с более узкой и жесткой по отношению к носку пяткой это сделано для того чтобы было проще кататься вне парка просто по трассам это делает лыжу более универсальной ширина талии большинства моделей парковых лыж варьируется в районе 80 миллиметров что позволяет их использовать в качестве универсальных лыж также этой цели может служить и небольшой порядка 10-15 процентов рокер но рокер на парковых лыжах еще обеспечивает более легкий заход на фигуру и сглаживает огрехи при приземлении трюху с трамплина подбор парковых лыж по длине и жесткости достаточно индивидуальная процедура но есть несколько общих рекомендаций которые могут вам пригодиться если вы только начинаете кататься в парке прыгать с небольших трамплинов то я советую вам подбирать лыжи помягче и примерно на 10 сантиметров короче роста также такие лыжи подойдут тем кто планирует заниматься только джиббингом и не прыгать большие амплитудные трамплин если же вы планируете прыгать с больших трамплинах где высокие скорости на разгоне на приземлении я конечно советую брать модели более жесткие и повыше примерно в рост это обеспечит стабильное поведение лыжи на разгоне и при приземлении из больших амплитудных трамплинов всем спасибо за просмотр надеюсь информация была для вас полезной Вопрос пишите в комментариях, заходите к нам в магазин. С Новым годом, дети! Хотя дети уже были, взрослые. Чтоб у вас все ладилось. И за дня в день все было хорошо. Да, кажется, меня снимают. Вам надо лыжу еще, дедушка. Олень отдыхает. Олень занимает снегурку, а она снегом занимается. Будет снег, не будет, не знаю. Так вот, идет же, идет, идет. Во, молодец! Не знаю, Дед Мороз, что это? Для тех, кто не верит Деду Морозу, вот, вы только что видели, он есть на самом деле.